Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа журналистских расследований Я ее ведущий Дмитрий Пастухов и сегодня в нашем выпуске Первый случай лишения эстонского банка лицензии из-за подозрений в отмывании денег И речь не о банке Данске, а о куда меньшем верса банке Почему у одного лицензию отобрали, а у второго нет? Что это? Обычная практика или сигнал для России и Украины о том, что их деньгам здесь не рады? Скандал с отмыванием средств в эстонском филиале банка Данске продолжает набирать обороты Что примечательно, несмотря на начатые уголовные дела, банк сохранил свою лицензию В то же время нарушения небольшого банка Верса были куда меньше, но лицензию он потерял Историю о негласном переходе инвесторов и предпринимателей из России и стран СНГ в нежелательные А также о сильнейшей зависимости финансовой политики Эстонии от европейского финансового сектора Расскажет Анастасия Тида События 2018 года стали холодным душем для тех, кто верил в непорочность финансовой системы Эстонии Два работающих в нашей стране банка оказались втянуты в скандал с отмыванием средств В нарушении требований к борьбе с отмыванием средств обвинили маленький Версабанк и эстонский филиал банка Данске Однако наказания для датского банка и для бизнеса из СНГ оказались принципиально разными 26 марта 2018 года Версабанк лишили лицензии, обвинив в нарушении законодательных требований в части борьбы с отмыванием средств Лицензия Версабанк АЭС сегодня признана недействительной и это решение вступает в силу в полночь Случившееся с Версабанком лишение лицензии это единичный случай Он не представляет опасности для других банков и не окажет существенного влияния Как пояснила финансовая инспекция, лицензию аннулировали, потому что бизнес-модель была слишком рискованной При этом эффективных мер, препятствующих отмыванию средств, в банке выстроить не смогли Казалось бы, прекрасно, что финансовая инспекция реагирует на случай отмывания средств Но есть обстоятельства, которые не позволяют просто порадоваться оперативности нашего регулятора Именно так еще принято называть инспекцию в финансовом мире Сегодня уже видны обстоятельства, из-за которых решение об аннулировании лицензии выглядит неоднозначным С точки зрения здравого смысла и экономической логики Того же мнения бывший член Совета финансовой инспекции и бывший руководитель Верса-банка Айва Адамсон Тогда политически они, наверное, как будто бы правильно поступили Если взять вот сейчас человеческий и практичный подход, я думаю, что перестарались Первое. Если сравнивать масштабы предполагаемой стирки, то Данский банк подозревается в самом крупном отмывании средств в Европе Сегодня издание The Wall Street Journal пишет, что расследование скандала с отмыванием денег через эстонский филиал банка Еще в 2007-2015 годах касается транзакции объемом в 150 миллиардов долларов Делом эстонского филиала Данская уже занялась государственная прокуратура Однако его лицензия не аннулирована, он пока работает Версобанку по результатам нескольких проверок вменяют нарушение правил, которые могли способствовать отмыванию средств Банком не занимается прокуратура, но его наказали по всей строгости Почему так финансовая инспекция комментировать отказалась? Своих версий нет и у представителей Версобанка Я не могу комментировать отношения регулятора с Данский банком Не знаю Оба банка обслуживали клиентов-нерезидентов Но Версобанк принадлежал не европейскому собственнику, а Данский по структуре собственного капитала банк европейский Адамсон считает, что разница между банками в том, что Данский банк находился под контролем Европейского центрального банка А Версобанк под контролем финансовой инспекции Эстонии Другими словами, в случае с Версо наказание выбирала финансовая инспекция Эстонии, а в случае с Данской – ЕЦБ Я думаю, что финансовая инспекция Эстонии тоже проверял Данский банк Потому что это как будто определение руки Европейского центрального банка Почему? Всегда это так. Легче кусать маленького, чем большого. Второе. Регулятор утверждает, что акционеры с ним не сотрудничали и предписание об исправлении обнаруженных недостатков не выполняли. Акционер утверждает обратное. Мы считаем, что в силу того, что Версобанк полностью сотрудничал с регулятором, акционеры со своей стороны принимали все замечания регулятора. В тот момент, когда акционеры видели, что те или иные управляющие в банке не выполняли тех требований, которые ставили перед ними акционеры или же те, которые ставили перед ними регулятор, мы меняли менеджмент. Председателем правления Версобанка летом 2017 года стал бывший член Совета финансовой инспекции Айва Адамсон. Знал ли он, что еще в апреле до его прихода в банк в ЕЦБ была подана заявка об аннулировании лицензий? Я не знал об этом. Собственники ничего не знали. Я думаю, что бы я сто раз свешил бы мое решение. Человек, знавший ситуацию в банке не понаслышке, не пошел бы им руководить, если бы не был уверен, что банк можно спасти, исправив обнаруженные недостатки. Адамсон не только возглавил правление, но и начал подбирать себе команду. Ответственной за эстонский сегмент рынка стала София Кирсима, бывший руководитель эстонского филиала банка Цитадель. Я решила, скажем, по основной причине, это была новая команда. Айва Адамсон меня позвал в этот банк, член управления, именно заниматься развитием и, в принципе, практически с нуля создавать домашний бизнес для эстонского клиента. Новые руководители стали снижать долю клиентов-нерезидентов и перестраивать банк под потребности эстонского мелкого и среднего бизнеса. Они были уверены, что выполнят требования регулятора и будут работать дальше. Мы начали очень много делать, поменяли структуру, отделили бизнес международного клиента от эстонского, придумали стратегию новую, как выходить и каким образом мы будем работать с эстонским клиентом, кто наш эстонский клиент. А также очень много закрывалось, так сказать, не бизнес, связанный с международным клиентом. Никто в банке и подумать не мог, что все кардинальные изменения, которые проводились более 8 месяцев, бессмысленны. Вопрос о лишении банка лицензии был практически решен. В нашем деле, в котором никто ничего не знал, когда я думаю об этом принудительной ликвидации, у меня плохо стараются, потому что это действительно перестарание. Не надо было этого делать. Кого-то уволили, кого-то сократили, взяли новых людей. И что они проработали? Один месяц, два месяца, я не знаю, неделю или сколько. Но по-человечески, конечно, это выглядит очень так тяжело. Трудно. И мне очень это трудно насчет этих наших работников тоже, которые в банке работали. Действительно, я думаю, что мы не заслужили такого поведения. И, наконец, третье. Стратегия банка сразу предусматривала обслуживание клиентов-нерезидентов именно из третьих стран. О чем была в курсе и с чем согласилась финансовая инспекция Эстонии? В тот момент, когда мы принимали решение приобрести банк, мы понимали, что мы покупаем банк в Эстонии. Эстония – это достаточно маленький рынок для банковского бизнеса и очень заполненный крупными игроками. Соответственно, наша стратегия действительно была обслуживание клиентов-нерезидентов Эстонии. Именно эта бизнес-стратегия стала одной из причин аннулирования лицензии. Бизнес-модель банка несла в себе существенные риски, связанные с отмыванием средств как с точки зрения обслуживания, так и с точки зрения клиентской базы. В банке не было работающих и эффективных мер, препятствующих отмыванию средств, которые бы в должной мере соответствовали той бизнес-модели и ее рискам. На момент приобретения банка инвестор не мог предположить, что с такой стратегией в дальнейшем могут быть проблемы. С данной стратегией мы не подразумевали никаких проблем, потому что данная стратегия была совершенно в законном поле Евросоюза. Она была в совершенно законном поле валютных контролей и она в себе не подразумевала повышенных рисков, либо же какой-либо незаконной деятельности. Первые три года претензий к банку не было, хотя текущий контроль отчетности происходил постоянно. Контроль финансовой инспекции идет не только между проверками, но и постоянно. То есть все банки формируют сотни отчетов ежемесячно, на основании которых финансовая инспекция анализирует банковскую деятельность. Кроме того, эстонский закон требует, чтобы крупные собственники банков имели безупречную репутацию. У «Верса-банк» были украинские собственники, о которых в прессе пишут разные, иногда и нелицеприятные вещи. Но это не было проблемой. В 2012 году покупатели «Верса-банк» успешно прошли проверку финансовой инспекции Эстонии на соответствие требованиям закона, в том числе проверку деловой репутации. На тот момент мы прошли достаточно доскональную проверку. Мы показали происхождение наших средств, мы показали бизнес-опыт и бизнес-план, тот, по которому мы хотим развивать банк. Мы получили разрешение со стороны регулятора на покупку. И так какое-то время и акционеры, и стратегия всех устраивали. Работать с клиентами-нерезидентами было можно. Предписаний банку не выносили. Но потом правила игры изменились. Законы остались те же, но отношение к этим клиентам поменялось. Наши собеседники из юридического бюро «Ильяшевы и партнеры» и аудиторского бюро «Эрнстен Янг» уверены, что появилось предвзятое отношение к инвесторам из России и других стран СНГ. В эту зону риска входят все страны бывшего Советского Союза, кроме прибалтийских. Это Украина, Россия, главным образом, все, кто приходят оттуда, независимо от того, насколько прозрачный их бизнес, встречаются здесь с предвзятым отношением к себе в Эстонии. Ну, в принципе, наверное, никто их не обвиняет ни в чем, он просто отказывает в обслуживании. И, опять-таки, это все на коммерческих условиях. Проблемы у бизнеса из СНГ начались около трех лет назад. В этот же период, кстати, попадают и проверки у «Верса» банки. Отношение кардинально изменилось, на самом деле, в последние годы, когда стало ясно, что эстонские банки в том числе объявили, что они, в принципе, не хотят обслуживать компании из третьих стран, потому что они непосредственно рискуют своими лицензиями. И, на самом деле, это не запрещено законом. Это каждый банк, он коммерческий банк, у нас сам решает, кого они обслуживают и кого они не обслуживают. При этом иностранные предприниматели приходят в Эстонию, так как их сюда приглашает государство. Все упирается в том, что, да, когда дело доходит до реальной хозяйственной деятельности компании, это никуда не двигается, потому что невозможно существовать без банковского счета, невозможно существовать, не имея никакой привязки к Эстонии. В эту ситуацию плохо вписывается наше разрекламированное резидентство. Государство, со своей стороны, абсолютно здорово все сделало, проработало систему, внедрило ее, и все это очень классно работает. Но вот, когда мы подходим к банкам, все. Эстония себя позиционирует как электронное государство, которое очень удобно для любого бизнеса, в том числе для IT-сферы. Но на деле это не так, и в этом есть противоречие. Это, конечно, экстрадематная ситуация, такого он больше нигде не встречал. Но теперь, да, мы должны доказать банку, что мы подходим для него, и что мы абсолютно чистые, абсолютно белые, прозрачные. Только после этого банк начинает решать, нужно ли входить с нами в какие-то контрактные отношения или не нужно. С одной стороны, мы рекламируем себя как IT-страна, которая приветствует всех, кто идет в ногу с инновацией. С другой стороны, случилось так, что у нас тут программа и акция по отмыванию денег, и борьбы с отмыванием денег. То есть ситуация неоднозначна, ситуацию надо решать, и ее надо, конечно же, сжать на уровне политики. Но вместо того, чтобы решать, политики переложили борьбу с отмыванием на коммерческие банки. По оценке бывшего руководителя бюро по борьбе с отмыванием средств Центральной криминальной полиции Айвара Пауля, мир перекладывает на банки задачи публичного сектора. Но на государственном уровне мало занимаются реальными проблемами борьбы с отмыванием средств. Да, это исходит все из политики банка в основном, потому что у нас нет точно прописанных норм, которые должны исполняться клиентами. Все это у нас на усмотрение банка, поскольку банк сам оценивает степень риска клиента. И также банк волен входить в контрактные отношения с любым клиентом. Потому что банки у нас коммерческие, у них цель зарабатывать деньги, их цель не рисковать, их цель не брать какие-то экстра сложные проекты. Если они что-то не понимают, они просто закрывают эти краны. И мне кажется, это все банки, которые здесь остались, они в принципе так и действуют. Банки уже изначально расценивают этого клиента как недоброжелательного, как тот, который будет обязательно заниматься отмыванием денег в Эстонии. Борьба с отмыванием набирает темп, а банки не готовы рисковать. Поэтому идеи об открытой, высокотехнологичной экономике Эстонии не работают. Степень трактовки закона, конечно, находится вот здесь, на стороне банков. Если два-три года назад у нас были абсолютно точно такие же законы, но было гораздо все проще. И банки с такими же клиентами, которыми сейчас не работают, абсолютно спокойно работали. Все это с каждым годом ужесточается. И, как правило, все это зависит только от политики банка. Однако многие европейские страны до сих пор принимают нерезидентов из третьих стран. Но не мы. Эстония торопится всех отшить. С другой стороны, я думаю, что Эстония, эстонские банки, они, скажем так, впереди планеты всей. Эстонцы выполняли все приказы Советского Союза с немецкой точностью. Я думаю, то же самое происходит сейчас. Мы бежим вперед всех и с успехом выполняем все указания Европейского Союза и хотим быть очень прозрачными, очень хорошими, первыми, возможно, во всем Европейском Союзе. Да, в основном все просто находят другую юрисдикцию. Ну, надо признать, что в плане налогов Эстония, конечно, имеет уникальную систему, но по процентным ставкам у нас есть более интересные юрисдикции, куда они абсолютно быстро переходят, эти клиенты, которые могли бы быть в Эстонии, уходят сразу же либо в Голландию, либо в Швейцарию, ну, вариантов кучи, на самом деле. Мне кажется, основная борьба должна происходить на уровне политика все-таки. Страны между собой должны общаться, страны должны, именно в больших случаях, когда действительно идет влияние уже на экономику страны, политики должны вмешиваться и между собой договариваться о каких-то базовых принципах обслуживания бизнес-клиентов. Собственникам Версо-банка даже не позволили продать бизнес эстонскому капиталу и просто уйти с рынка. В тот момент, когда мы получили четкое понимание о том, что регулятор не хочет видеть нас на эстонском рынке, мы, как вариант выхода из ситуации, менее болезненный для всех, как для сотрудников, так и для акционеров и для банка, мы предложили продать этот банк акционерам, другим эстонского происхождения, не связанными с Украиной, в результате чего нам отказали. Покупатель и собственники банка, они договорились, почти договорились о цене. Мы работали, выработали даже новый бизнес-план. По мнению самого акционера, это была показательная порка. Формулировка была такая, считая, что любое решение, помимо недобровольной ликвидации, не даст такого публичного резонанса, который необходим. Может быть, все же стоило позволить банку стать эстонским. Новые люди в нем работали над тем, чтобы предложить такое обслуживание, какое требуется местному малому бизнесу. Тех партнеров, которых мы уже нашли, то уже было жалко, что в этом начинании нас зарубили, скажем так. Я думаю, что это был бы очень, в принципе, через год игрок, с которым надо было бы считаться, это была бы большая помощь для малого и среднего бизнеса именно в рамках обслуживания и финансирования. Сегодня уже я не получаю эти звонки, но тогда мы получили очень много звонков. Я знаю София до сих пор, София Герзимова, которая была ответственная на эстонский бизнес. Она получила очень много звонков и получает до сих пор. Акционеры Версобанк считают, что они наказаны неправомерно, поэтому оспорили принятое решение в Европейском суде. Мы будем оспаривать решение регулятора. Сумма ущерба будет известна только после окончательной ликвидации банка. Я думаю, что каждый имеет право идти в суд и защищать свои права. Я думаю, что они делают правильные. Связано ли лишение Версобанка лицензии с происхождением его акционеров, решит суд. Однако это вполне можно рассматривать как иллюстрацию отказа от любого восточного капитала из-за опасения, что часть его может быть преступной. Подчеркнем еще раз, финансовая инспекция отказалась отвечать на наши вопросы, в том числе на вопрос, почему банк лишается лицензии за куда меньшее нарушение, в то время как масштабное отмывание средств остается, по сути, безнаказанным. А на этом наша сегодняшняя программа подошла к концу, и мы благодарим вас за внимание. А я, уважаемые телезрители, напомню, что вы всегда можете прислать нам свою историю. Для этого достаточно написать нам письмо на адрес электронной почты inside-sobachka.err.ee, позвонить нам в редакцию по телефону 6-28-40-95 или отправить нам личное сообщение в нашей группе в социальной сети Facebook. Титры вы сейчас видите на своих экранах. Ну а я с вами не прощаюсь, ведь всего через несколько минут мы увидимся вновь в программе интервью недели. Сегодня наш гость, министр внутренних дел Андрес Анвельт. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»